В Кургане состоялось очередное заседание Городской Думы. Депутаты внесли поправки в бюджет города на текущий год, откорректировали решение местного парламента о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц, а также рассмотрели ряд вопросов имущественного и организационного характера. В заседании началось с минуты молчания, в ходе которой глава города Кургана Сергей Руденко и депутаты Курганской городской думы почтили память российских военных, которые погибли в Сирии при выполнении боевого задания. На заседании депутаты приняли решение о поддержке социально ориентированных некоммерческих общественных организаций. Кроме консультативной и методической будет оказана финансовая помощь. В первую очередь, конечно, это финансовая поддержка. Она будет выделяться из городского бюджета в виде грантов. То есть это будет конкурсная основа, как и положено для бюджета. К материальной поддержке относится и выделение муниципальных помещений для организации работы этих некоммерческих организаций. Кроме этого, депутаты Курганской городской думы приняли решение в 2016 году оставить размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договорам социального найма на уровне текущего года. Существующий размер платы за наем жилого помещения определен по специальной методике. Максимальный размер платы составляет 12 рублей 52 копейки за квадратный метр, а минимальный – рубль 79. Затраты на бесплатное питание школьников, финансируемые из бюджета, с 1 января 2016 года вырастут с 45 до 50 рублей в день на одного учащегося. Горячими обедами за счет средств муниципального регионального бюджета, как и раньше, будут обеспечиваться все первоклассники, а также учащиеся 2-11 классов из малоимущих семей. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Можно ли купить зимнюю вещь со скидкой осенью, в то время как остальные стараются продать товар по ценам с максимальной накруткой? Магазин «Чемпион» объявляет акцию на зимние пуховики и куртки. Подробности у Юлии Смородиной. Странное дело. Зима еще не началась, а акция на зимнюю коллекцию в магазине «Чемпион» уже действует во всем. В то время как остальные продают в «Придорога», «Чемпион» радует не только хорошим качеством и удобством, но и отличной скидкой – 25% на зимние куртки и пуховики. В магазинах «Чемпион» представлен широкий ассортимент верхней зимней одежды от ведущих российских производителей, таких как «Алпина», «Норман», «Нека» и «Багира». Здравствуйте! Мы слышали, у вас проходит акция. Не могли бы вы рассказать нам о ней поподробнее? Да, действительно. Сейчас у нас проходит акция. Скидка 25% на зимние куртки и пуховики. Сейчас мы вам все покажем. Этикетка этого пуховика гласит 90% пуха и 10 пера. Сегодня прочитать на бирке верхней одежды нечто подобное – большая роскошь. Если и найдется по-настоящему пуховый экземпляр, то и стоить будет соответственно. «Чемпион» в этом смысле – исключение. Все для удобства клиента по самым демократичным ценам. Помимо обычных прогулочных, то есть городского типа пуховиков, вы можете найти себе удобную одежду для занятия сноубордом, лыжным спортом. С размерами, как видите, в «Чемпионе» проблем также нет. На любые, даже самые широкие плечи клиента опытные продавцы-консультанты подберут подходящий товар. «Помимо всего прочего, у нас еще представлен инвентарь. На цокольном этаже у нас представлены тренажеры различных видов, также для занятий зимними видами спорта, то есть лыжи, сноуборды. Также есть детский инвентарь, то есть детский спортивный комплекс, шведские стенки. Для занятий боксом есть, то есть много всего интересного». И, кстати, лучшие подарки на Новый год – это возможности. Презентуя спортивный инвентарь своим родным и близким, вы дарите им возможность быть красивыми, подтянутыми, а главное – здоровыми. «Приходите в наш магазин и вы найдете то, что нужно именно вам по выгодной цене». Абоненты сотовой связи на Урале предпочитают тарифы с абонентской платой и фиксированным пакетом услуг. Об изменениях в тарифной линейке компании «Мегафон» смотрите в нашем следующем сюжете. «Принцип All-Inclusive» – это именно то, что позволяет человеку не напрягаться. Речь сейчас идет не только о туризме, но и о мобильной связи. Сегодня около половины клиентов «Мегафона» на Урале выбирают для себя один из тарифов «Все включено». Да, я пользуюсь мобильным интернетом, и для меня гораздо удобнее тариф, где все включено. Я достаточно часто звоню, поэтому я предпочитаю самый большой пакет. Да, я пользуюсь мобильным интернетом. Мне более удобны тарифные планы, где есть и пакет услуг, и смс, и мобильный интернет, поскольку достаточно активно использую и мобильный интернет, и звонки. Мне, конечно же, было бы интересно рассмотреть тот вариант, когда был пакет услуг, в котором было бы и звонки, и смс, и интернет. Именно поэтому я вчера перешел на «Мегафон». И они не ошибаются. В ноябре текущего года компания полностью обновила самую популярную линейку тарифов для смартфонов. Теперь абоненты «Мегафона» могут общаться между собой сколько угодно без ограничений. Обновление коснулось всех пяти тарифов «Все включено» от XS до VIP. Абоненты «Все включено» XS или «Все включено» S без ограничений разговаривают внутри сети в рамках домашнего региона. То есть, кто выбирает «Все включено» ML или VIP, помимо звонков в домашнем регионе, получают возможность безлимитного общения с абонентами «Мегафон» по России. Приятным бонусом богат тариф «Все включено» M. Он позволяет не только выгодно общаться в поездках по России, но и при подключении его до 31 декабря абонентская оплата составит всего 290 рублей за первый месяц. Предлагаю своим клиентам надежную связь и более выгодные условия для общения. Мы хотим, чтобы наши абоненты имели возможность разговаривать столько, сколько нужно, независимо от расстояний. Сегодня более половины звонков наших абонентов, пользующихся тарифами линейки «Все включено» приходится на звонки внутри сети. Уверен, что такое приложение позволит нашим клиентам значительно сэкономить семейный бюджет. Все, что для этого нужно подключить для вашей семьи тариф «Все включено» любого объема. Линейка «Все включено» наиболее удобное предложение для владельцев смартфонов, поскольку оно позволяет за ежемесячную плату получить полный набор мобильных услуг. Пакет минут, смс и интернет-трафика, соответствующие потребностям в общении. Все подробности об изменении линейки «Все включено» и условиях акции на официальном сайте Мегафона. Во Дворце культуры железнодорожников с 24 ноября по 6 декабря начинает работу выставка давно полюбившегося башкирского меда и конфитюра от пасеки Монастырской. Подробности смотрите далее. Мед – уникальный продукт, подаренный самой природой. Обладая неповторимым вкусом и ароматом, мед славится антибактериальными и противовоспалительными свойствами, улучшает состав крови и предохраняет организм от преждевременного старения. Мед поможет избежать болезней и их осложнения в первые холода и поднять иммунитет. Изумительное разнообразие сортов сладкого и полезного лакомства на выставке меда и конфитюра пасеки Монастырской в ДК железнодорожников. Луговой и акациевой, с прополисом и живицы, липовый и дикий – всего представлено более 30 видов на любой вкус. Каждый из них обладает исключительными целебными свойствами и на выставке сопровождается подробная инструкция с перечнем целебных свойств. Удивительно, но мед не теряет лечебных свойств даже при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можете быть уверены – вложили средства в свое здоровье и долголетие. Как всегда, пасека Монастырская приготовила для курганцев нежные, вкусные и полезные конфитюры из цельных фруктов и ягод. Они наверняка станут любимым лакомством для всей семьи. Порадуйте своих близких настоящим сладким праздником. Эти сладости идеально подойдут в качестве начинки для блинов и пирогов. На выставке пасеки Монастырская можно также приобрести домашнее душистое подсолнечное масло, свежую азовскую халву и разнообразные продукты пчеловодства – пыльцу, пергу, маточное молочко и многое другое. Без подарков, как всегда, не обойдется. Внимание, акция! Банка Башкирского лугового меда в подарок. Подробности акции уточняйте у продавца. Подарите себе мощнейший заряд энергии и здоровья на всю предстоящую зиму. Ярмарка меда и конфитюра от Пасеки Монастырской ждет вас с 24 ноября по 6 декабря в ДК Железнодорожников. Площадь Слосмана, 5. Впереди программа Либерально-демократической партии России «Точка зрения», реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РОССИЯ! 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 Сегодня миллиарды людей благодарны Москве, России за спасение мира, демократии, за наведение порядка, за то, что мы останавливаем сегодняшнюю чуму 21 века, как остановили чуму 20 века. Этот праздник наш с вами. Это праздник всего народа от Камчатки до Крыма и от Мурманска до Махачкалы. Мы единая территория, единый язык, единый рубль, единый президент, единое общество. Мы все, и русские, и другие, православные другие, мы все одна страна. Это наша Родина великая, могучая. Да здравствует Россия! Сегодня в программе. Чем точнее бьют наши ракеты, тем сложнее жить нашим спортсменам. Александр Ширин о допинговом скандале в рубрике «Слово депутата». Ни твердь, ни небо не спасут. Как защитить общество от террористов? Лидер ЛДПР в рубрике «Полидневник». Миссия добрых дел продолжается. Еще одна история о реальной помощи ЛДПР в рубрике «Панорама». Взаимосвязь эпох. Всемирный русский собор в Москве. Прямо сейчас. В главной теме. В ноябре в Москве прошел 19-й Всемирный русский народный собор. Его возглавил патриарх московский и всеяруси Кирилл. В этом году мероприятие было посвящено теме исторического наследия святого князя Владимира и взаимосвязи эпох. Участники собора, религиозные деятели, представители власти, лидеры общественных объединений, работники научной сферы, образования и культуры обсудили широкий круг вопросов. Владимир Жириновский в своем выступлении отметил, что наследие князя Владимира напрямую связано с днем сегодняшним. Дата, праздник наш государственный, ведь он же не нравится большинству. Что это такое? 12 июня 90-го года. Декларация независимости РССР. Внутри СССР. Я считаю, нужно правильную дату определить. Пусть наши историки и юристы поработают. Такой датой должно быть 21 сентября 862 года. Тогда, когда русские пензиа на реке Волт договорились между Псковым и Новгородом, что теперь будет у нас русское государство. Впервые просвучал. Это будет день рождения России. Это было бы правильно. Стоим всем могли бы отмечать и день Крещения. Сегодня, когда на Ближнем Востоке исламскими террористами захвачены огромные территории в Сирии и Ираке, мирные люди гибнут в небе Синая и на улицах Парижа, слова лидера ЛДПР, сказанные с трибуны Всемирного Русского Собора, звучат особенно остро. Сегодня христианский мир нуждается в защите. Опять вынуждено ваше действие в пользу той структуры, которую я поздравляю в Госдуме. Не буду названия сейчас рекламировать, вы прекрасно знаете. Мы дали постановление Государственной Думы, проект о защите христиан на Ближнем Востоке. Убивают уже 10 лет. Жгут храмы. Не проходит. Видите? Вот сюда приходят, привет все присылают, все приветствуют. А принять документы о защите христианской народы ничего не требуется, ни денег. Крещение Руси имело великую объединяющую силу для всего русского народа. Такую же силу сегодня для современного общества имеет социальная справедливость, уверен Владимир Жириновский. Обязательно мы хотим единства. Но вы понимаете, что это нельзя сказать, что мы едины. Надо решать конкретные вопросы. Когда мы их решим понемножку с его вопросом, тогда образуется единство. А просто звать единству сверхбогатого и сверхбедного, это не получится. Бандит Григорьев вывез 50 миллиардов долларов за рубеж. И бомжи Курского вокзала, они едины. Это Красногорский стрелок. На наши деньги, у нас в Грузии там остроил себе все и церкви, и улицы, и все дома. Это деньги жителей Подмосковья. Тельман Исмаилов построил отель, самый дорогой в мире. Это же деньги москвичей с чертизовского рынка. И стоит миллиард 300 миллионов долларов, самый дорогой. Кому досталось? Туркам. Не православной России досталось. То есть нас продолжают грабить, вывозить от нас. Подводя итог своему выступлению, Владимир Живиновский высказал мысль о том, что вся история Руси, Российской империи, Советского Союза, наглядно свидетельствует только сильная централизованная власть в состоянии привести нашу страну к процветанию. И мы же чему собор посвящаем? Наследие князя Владимирова. У него была Государственная дума? У него была свободная пресса, свободные суды. Конечно, тяжело было тогда. И могло быть много произвола насилия. Но только так и выстроила Русь. И именно самодержавная стала самой великой страной в мире. И однопартийный советский режим это тоже было самодержавие. И тоже была великая страна. И сейчас, когда мы начинаем подтягиваться к самодержавию, к нам стали возвращаться в наши территории. Поэтому будем надеяться, что к нам вернутся еще те земли, которые всегда были русскими и населены сегодня русскими гражданами. Какие бы ни были у нас гадкие некоторые радиостанции, некоторые гадкие газетенки, общий дух здоровый. Страна мощная, богатая страна. У нас мощные нанотехнологии будут. Мы уже построили новые 65 заводов. Если построим тысячу заводов, мы снова станем самым современным государством. Но идеология, чтобы наше внутреннее содержание, оно должно очиститься и стать тем, которое обеспечило победы русского духа и в царской России, и в советской. Спасибо. Чем мощнее выступают наши спортсмены, чем больше у них достижений и побед, чем активнее Российская Федерация на международной сцене, тем больше санкций выдвигается против России. Сегодня очевидно, российский спорт стал разменной монетой в руках нечистоплотных чиновников международных спортивных организаций. О допинговом скандале и позиции фракции ЛДПР по этому вопросу рассказал депутат Госдумы Александр Шерин. То, что предпринимает ВАДА, это тренировка перед отменой чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому ЛДПР призывает Министерство спорта действовать в отношении защиты наших спортсменов на международной арене более решительно. Да, мы будем предлагать вводить уголовную ответственность в отношении спортсменов, тренеров и врачей, которые применяют допинги, но мы в том числе должны требовать и отставить интересы честных и чистых спортсменов, которые коллективным наказанием лишаются возможности участвовать в олимпийских и международных соревнованиях. Как известно, Совет Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций дисквалифицировал Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики, и наши спортсмены пока не смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой ИААФ. Для восстановления членства Всероссийская Федерация будет обязана выполнить ряд требований, а Международная Ассоциация создаст инспекционную комиссию. Сегодня нам пытаются навязать в том числе нашу кадровую политику в спорте внутри Российской Федерации. Нам рекомендуют, кого мы должны сменить, какие мы должны реформы применить. Но ЛДПР заявляет, что скорее чиновники европейского спорта и американского путают Российскую Федерацию с Украиной. Мы сами будем разбираться, кто какие ведомства у нас должен возглавлять, какие нам необходимо принять меры. Никаких вопросов не возникает к спортсменам других стран. Бьердалин является больным, у него астма хроническая, он восьмикратный чемпион мира по биатлону, применяет соответствующие препараты, как астматик, расширяет свои легкие и побеждает на соревнованиях. Что он себе там пшикает в легкие, никто не знает. Зато у них за границей спортсменов ведут с детства. Если у тебя астма, то какой спорт. Поэтому здесь мы видим двойные стандарты еще раз. Поэтому к этим вещам надо быть готовыми. Мы будем требовать от Министерства спорта жестких действий, мы будем требовать от Министерства спорта принимать решительные меры, но в том числе мы будем требовать от Министерства спорта защищать наших спортсменов, защищать титул. И еще раз повторюсь, честь Российской Федерации. 31 октября пассажирский самолет Когалым-Авиа в результате срабатывания заложенного на борту террористами ИГИЛ взрывного устройства разбился на севере Синайского полуострова по пути из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека. Владимир Жириновский предложил значительно ужесточить меры борьбы с любыми проявлениями экстремизма на территории нашей страны. Мы не должны быть снисходительными. И в некоторых странах уже идут по пути ареста родственников. Чтобы... Это самый лучший удар по террористу через его семью. Я не говорю привлекать к ответственности уголовные родственники, но арестовать их на момент розыска террориста, если точная известность, с какой он семьи, чтобы это все знали, и папа, и мама, братья, и сестры, что они будут опозорены на всю свою страну и на все времена, что в их семье вырос террорист. Тотальная мобилизация общества может выстоять в борьбе с новым мировым злом. Но еще важно не забывать, а главное понимать, какие внешние силы стоят за тем или иным терактом. И только, к сожалению, кровь, война и страх заставляют людей переходить к солидарности. Солидарности в борьбе с этим злом. Но ведь есть случаи, когда некоторые страны, США, они сами создают их. Поэтому нам трудно с США найти общую точку зрения, чтобы они с нами были солидарны в уничтожении ими подготовленных структур. Движение «Талибан». Они его создали. Аль-Каида они создали. И они же попустительствовали созданию ИГ. Это все. Иракская армия ушла из Ирака. Это суниты. Они их выгнали. Лишили работы. Что они не понимали, к чему это приведет? Они воины. И 25 лет в крови Ирак. Выросли дети. И вот сегодня террористам в основном 25 лет. Так они выросли в условиях террора. А кто устроил террор в Ираке? Американцы. Коалиция. Это тысячи трех государств. И те же британцы. Французы. Кто в крови держит всю Ливию, Сирию, Египет теракты, Афганистан. Выросло поколение, которые бомбят, стреляют, убивают. И там внутренние теракты происходят постоянно. В том же Ираке. Поэтому это люди, молодое поколение, оно будет мстить. Ноябрь 2015 года крымская пенсионерка Мария Сергеевна Макарова запомнит надолго. Десять лет она практически не вставала с кровати и не выходила из дома на улицу. Жизнь буквально проходила мимо, и еще не старая женщина наблюдала за ней лишь из окна. Перелом ноги, операция и долгие годы в четырех стенах. Мама часто подходит, смотрит в окно, но на улицу выйти не может. Ну, а так все-таки хочется быть на улице ей, но возможности нету никакой. Тяжело ей спускаться, подниматься. По квартире еле ходит, а на улицу тем более. Еще два года назад город Армянск был Украиной. Помогать Марии Сергеевне государство не спешило. Наоборот, врачи отправляли друг к другу собирать справки и отстаивать длинные очереди. Но женщина не сдавалась. Получить справку об инвалидности значило бесплатно получить инвалидную коляску, а это возможность хоть изредка выходить на улицу. Спустя месяц тяжб в инвалидности отказали. Руки, конечно, опустились, ведь всю жизнь Мария Сергеевна верой и правдой служила государству. Работала, а как же. Робила в больнице, робила в магазине, робила на стройке, робила, киномиканькум робила. Ну так и все, пришла на пенсию уже 55 год. Ну а потом вот так и получилось у меня с этими ногами, с этими, с поясницами и все. И я осталась... И инвалид, не инвалид, и инвалид не дают. Несколько месяцев назад Марию Сергеевну снова положили в больницу. И вроде бы все как всегда. С одним лишь но. Крым снова вошел в состав Российской Федерации. А это новые возможности и уверенность в том, что русские своих не бросают. Ну, я обратилась в Москву до самого главного лидера партии России товарища Череновскому. Так как бы не посоветовали люди, люди тоже до него уже много обращаются. И я вот написала ему письмо. Вот так я получила ответ. 7 ноября 2015 года в квартире 127 раздался звонок в дверь. Мария Сергеевна уже знала, что представитель партии ЛДПР едет к ней с долгожданным подарком в рамках проекта «Миссия добрых дел». И все-таки не верила. Не верила, что просто написав письмо, она получит не только ответ, но и реальную помощь. «Большое-большое спасибо. Теперь мне не будет, как ходить на костелях. Излежьте, то я излежу, засяду на свою тачанку и поеду вперед». Уважаемые курганцы, 29 ноября мы отмечаем один из самых нежных и радостных праздников – День Матери. Он полон душевной теплоты и безграничной любви к самому дорогому и близкому на земле человеку – Маме. Дорогие наши мамы, спасибо за бессонные ночи, за беспокойство и заботу, за терпение и доброту, и понимание. Низкий поклон вам. Милые мамы, пусть в ваших домах всегда царит радость, а невзгоды обходят его стороной. Живите долго-долго, будьте здоровы и счастливы. Мы вас очень любим. С праздником! Сделайте новогодние праздники ярче вместе с компанией «Упакоша». Любые виды упаковки на все случаи жизни. Кафе «Токио» приглашает. Провести незабываемый корпоратив, оценить удобство вип-зала, посетить студию звукозаписи и тату-салон. Держинского, 31В. Нужен подарок? Не надо ждать праздника. Сделай запас воды природная и получи кулер в подарок. Подробности акции на сайте природная.ру и по телефону. 52-02-02. Новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой. Детские дни рождения, выездные программы, разнообразные сценарии, студии детского творчества и досуга «Радуга детства». Финалисты выбери себе погоду, столкнуться друг с другом, лицом к лицу. Кто выстоит в серьезной борьбе? Испытания с финалистами смотрите на канале СТС, кабельном канале Курган.ру и одноименном сайте. Генеральный партнер проекта «Выбери себе погоду» сеть обувных магазинов города Курган Обувь. Рикер Баден, Лизет Монро Калипса, Айдини Зенден, Франческо Дуни, Планета Обуви, Ральф Кеда Витачи. Главная региональная премия общественного признания. Время успеха. В год 70-летия Великой Победы правительство Курганской области при информационной поддержке Курган.ру награждает лучших зауральцев. Тех, кто в течение этого года достойно отстаивал честь Курганской области. Тех, благодаря кому умножала слава зауралья. Тех, кто достоин встать в один ряд с нашими прославленными земляками. Голосование уже началось. Отдай свой голос лучшему. Встречайте новый телесень. Читайте в новом номере журнала телесень. Почему русские звезды не хотят оставаться в Голливуде? Лунный календарь красоты на декабрь. Как найти работу после 50 лет? Новый номер телесень в продаже со среды 25 ноября. Покупайте телесень в магазинах Метрополис, Килосках, Роспечати и в Сети Лето. Гастроном Накирова в самом центре города приглашает вас оценить богатый ассортимент и удобство шаговой доступности. Гастроном Накирова. Традиции, качество в новое время. Представляем систему автоматического полива комнатных растений Plant Genie. Умная колба сама дает вашему цветку необходимое количество воды. Грязные пятна и лужи, которые нередко остаются после ручного полива, теперь в прошлом. Одна колба лейка может увлажнять ваше растение в течение двух недель. Спокойно отправляйтесь в отпуск на дачу или в командировку. Ваши цветы будут под присмотром Plant Genie всего за 599 рублей. Заказывайте набор из шести колб Plant Genie по телефону 55 48 55. Одежда и обувь для всей семьи более 800 квадратных метров. Зимние куртки, горнолыжные костюмы, джинсы, свитера, обувь и многое другое. Широкий ассортимент. Доступные цены. Магазин Галактика ТЦ Калинка 5-й микрорайон дом 33 1-й этаж. Внимание! Только в декабре в центре снижения веса доктора Гаврилова скидка 20%. Запись по телефону 55 0106. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Открылся новый магазин Галактика. Одежда и обувь для всей семьи. Торговый центр Калинка 5-й микрорайон 33 1-й этаж. Вас приятно удивят огромный ассортимент и доступные цены. Центр снижения веса доктора Гаврилова делает уникальное предложение. Только в декабре вы получаете скидку 20% на программу снижения веса. Успевайте воспользоваться предложением. Телефон 55 0106. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на пятницу за Урале будет находиться под опекой малооблачного холодного антициклона. В нем же скажется влияние циклона с юга-запада, откуда постепенно потянутся более плотные облака, кое-где переходящие в снеговое состояние. В Екатеринбурге минус 2, минус 4. В Челябинске 0, минус 2. Временами снег. В Тюмени минус 3, минус 5. К вечеру снег. В Кургане ночью облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7. В нем в Кургане облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 0, минус 2. Атмосферное давление будет падать и составить 745 миллиметров штутного столба. 27 ноября солнечная активность умеренная. Геомонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин